Пройти тестирование, рассказать о приборе, произвести замеры и самостоятельно изготовить детали. Все это предстояло участникам конкурса «Лучший по профессии». В рамках празднования Дня труда 8 студентов машиностроительного колледжа соревновались за право стать лучшим слесарем учебного заведения. На конкурсе побывала и наша съемочная группа. В конкурсе участвуют студенты вторых и третьих курсов. Каждый из них уже доказал, что среди одногруппников им нет равных по мастерству. В колледже обучаются около 300 человек по четырем направлениям. Соревнования среди студентов проводят, чтобы повысить качество профильной подготовки и популяризировать специальные слесаря-ремонтников. Внедренная дуальная система обучения на сегодняшний день дает свои определенные плоды, при которых мы уже видим, что ответственность за подготовку кадров как и учебные заведения, так и предприятия вместе несет. Сегодня 40 человек уже студенты второго и третьего курса находятся на оплачиваемой практике на предприятиях нашего города. Ежегодно более 74% выпускников колледжа устраиваются работать на предприятиях Петропавловска. Студентов ценят за их мастерство и трудолюбие. Потенциальные работодатели на протяжении всего обучения ребят присматриваются к ним. Вот и сегодня в составе жюри представители одного из самых крупных заводов региона. Знания базовые, чувствуется, что ребятам дают. Видимо, волнение многим ребятам не дали раскрыться, но это в жизни они освоятся. Главное – отношение к труду, чтобы они показали хорошее. А навыки есть неплохие. Это последний этап конкурса. Студенты должны самостоятельно изготовить деталь. Под присмотром мастера ребята пилят и сверлят. Главное – не ошибиться с замерами. Тщательно проверять заготовку, важно все просчитать до миллиметра. Это может повлиять на качество готового изделия. Среди конкурсантов Дмитрий Быков. Он учится на втором курсе по специальности «Слесоремонтник промышленного оборудования». Несмотря на волнение, с заданием справляется она отлично. Я выберу данную профессию, так как это пригодится мне в дальнейшем в жизни. В случае чего, если какая-то будет поломка дома, я могу это собственноручно сделать сам, изготовить какую-то запчасть и починить. Победители получат памятные подарки и сертификаты. Остальные участники – грамоты. Алина Боржанова, Казбек Харикпаев. Новости МТРК.